Хе-хей! Всем привет! Меня зовут Неркин и добро пожаловать на обзор нового снэпшота, блин, да точнее не снэпшота, а третьего уже пререлиза версии Майнкрафта 1.16 под названием «Адское обновление» или же «Обновление Незера», как кому будет угодно. И если Вы удивляетесь, Неркин, ты же вроде бы обозревал первый прелиз, а это уже третий, да всё верно, на следующий день после первого вышел сразу второй, я не стал выкладывать обзор этого прелиза на этот главный канал, потому что он был небольшой с исправлениями багов, и поэтому я залил его на свой второй канал, так что если хотите, подсказка в правом верхнем углу, нажимайте посмотреть, а потом приходите смотреть этот видеоролик. Этот прелиз выдался не менее интересным, и мы стали еще на шаг ближе к новому обновлению, но не будем терять времени и как говорится, погнали! Знаете что? Я решил сделать небольшую волоску, развел себе костер прямо на этом огромном айсберге, кайфую, сейчас будет шашлычок-машлычок, ну Вы понимаете, да? Подхожу к кастрику, закидываю говядину, баранину, сырую свининочку, лосося, и чисто сейчас буду кайфовать и наслаждаться этим вкусным барбекю, но что если, если меня съест этот медведь? Наш огонь будет потухшим, ничего страшного, потому что разработчики тоже об этом позаботились, и смотрите что я могу теперь делать. Это конечно небольшое изменение, но всё же очень прикольное. Я теперь себе спокойненько могу выкладывать еду даже на обычный костер, который не горит. Я почему-то раньше думал, что такая функция у нас есть, но оказывается этого не было, и разработчики это добавили только сейчас. И тоже самое касается и костродуш, смотрите я его тушу и могу выкладывать себе сюда сырую говядину, любые вещи которые я хочу пожарить. Но самое главное, если Вы захотите себе засунуть готовую еду, то у Вас этого не получится, потому что ну смысл. Но если честно выглядит это реально круто, я могу себе красивенько взять огнево, поджечь и оно начнет всё пережариваться. Я Вам серьезно говорю, я почему-то раньше думал, что такое есть, но оказывается его добавили только сейчас. Ну и на этом спасибо. Также появилась одна очень важная штукенция, которую мне прям ну очень похотело, я не знаю почему её раньше не было. Но по сути я могу говорить про каждое нововведение в Майнкрафте, которое добавили, и говорить почему этого раньше не было, а проклятые разработчики. Но сейчас это действительно реальная вещь, которая должна была появиться намного раньше, но появилась только сейчас. В моих руках находится зелье огнестойкости, и сейчас если я его выпью, и прыгну в лаву, понятное дело гореть я не буду, но смотрите что произойдет, теперь я вижу намного дальше, если я использую зелье огнестойкости. Вы с этим чуть-чуть другое поле зрения, и смотрите я могу видеть где какие блоки. Прямо сейчас я вырублю эффект зелья огнестойкости, и бадам бумц, всё, у нас полностью оранжевый экран, и ничего не видно, даже если прям ну вот очень близко впритык прийти, то тогда можно что-нибудь увидеть, это ли несчастье. Вот стою сейчас в цветочном биоме, такой цветой пахну весь, и хочу сказать, что если Вы до сих пор себе не купили Майнкрафт, либо же Майнкрафт Данженс, либо же Майнкрафт Виндовс 10, то милости прошу на сайте Неркиншопс, Вы можете это сделать по очень низким ценам. И что самое главное Вы купите лицензионные ключи на другие игры, а также на Майнкрафт, потому что Неркиншопс теперь это магазин цифровых товаров, ссылка в описании. Я думаю все Вы прекрасно понимаете, что бы Вас не трогали пиглины, Вам нужно иметь что-нибудь из золотого, например как у меня золотой нагрудник, и тогда пиглины не будут на Вас реагировать, не будут Вас пытаться убить и тому подобное. Но если же Вы где-то откроете их сундук, как например я сейчас, бух, никто не заметил просто, ну-ка еще раз, ничего что? Эй, алё, я у Вас так-то ворую вещи, я прям все заберу все до последней капельки, Вы даже не хотите со мной пободаться? Какие-то неправильные пиглины. Дурья моя башка, я был на сложности мирная, прошу прощения, теперь легкую поставили и давайте еще раз дубль два, открываю и все, начинается месиво, они пытаются меня убить, потому что я открыл их сундук, этого делать не стоило. То есть таким образом Вы понимали, что даже в золотом нагруднике или с какой-то любой золотой вещью, пиглины все равно не разрешают Вам лазить по их сундукам. Что мы могли сделать раньше? Все верно, мы могли под шумок прийти к ним и просто взять разломать их сундук и забрать все вещи себе, просмотрите, что происходит, а и ладно, получилось так, что они взяли себе вещи из этого сундука и не пытаются меня, а нет, все пытаются, понял, принял, записал. Теперь пиглинам не важно, откроете ли Вы сундук самолично, либо его разломаете, они все равно придут надрать Вам жопу, простите за такие уж выражения. Так что будьте предельно аккуратны. Чуть не забыл самое главное нововведение это то, что компостница пополнилась блоками, и теперь в неё можно спокойно засовывать грибосвет, и мы сможем получать из грибо света костную муку. Это ли не счастье? Это самое лучшее нововведение! Возрадуйтесь! Друзья моим, ведь это время наступило, разработчики наконец-то начинают фиксить поводок. Вы только гляньте на этого миленького маленького оцелота и посмотрите откуда поводок-то тянется от его шеи. Не от головы где-то сверху, а от шеи и тоже самое работает и с нашими пчелками, тянется где-то снизу, не сверху где-то над крыльями, а именно снизу, это я считаю лучше чем запуск ракеты Илона Маска, вот серьёзно . Так что чё конечно, но это давно нужно было блин пофиксить, почему я поводок должен лицезреть где-то на голове, а у моба гоня её на шее, если это поводок. Но шаг сделан и разработчики идут верным путём. Следующее о чём бы хотел поговорить, я уже в принципе рассказывал своим подписчикам в Телеграме, так что если Вам интересна ссылочка в описании, можете присоединиться там есть интересные новости. Но суть заключается в том, что есть такой разработчик-ютубер Слайсед Лайм, который также трудиться над этим обновлением и он на родите выложил небольшой пост, с двумя небольшими пояснениями. Если Вам интересно ссылочку я оставил в описании, но так вкратце расскажу. Первое о чём он хотел поговорить, так это механика которая связана с фермами золота и опыта, которая лежит на зомби пиглинах. Она будет изменена в будущем, потому что в этой версии они просто не успеют этого сделать. Эту механику игры они пофиксят, только не в этом обновлении, а в следующем, потому что чисто физически они этого не успеют сделать. До релиза соответственно это значит то, что релиз уже прям-прям на подходе. А суть новой механики будет заключаться в том, что выпадение дропа будет осуществляться только после убийства игроком. То есть другие факторы, например кактус тот же самый или например Хоглин, они не будут работать. Но они не исключают того, что это может быть и пофикшеном в этом обновлении. Поэтому если они это сделают, то они дадут нам про это знать. Ну а вторая проблема заключается в крепостях, потому что спаун мобов в предыдущих снапшотах был изменен так, чтобы мобы могли появляться только в фактических границах крепости, а не в единой области охватывающую крепость. Это было сделано для оптимизации, но теперь разработчики вынуждены вернуть прежнюю механику спавна, но обещают, что они ее исправят. И постараются это сделать как можно быстрее. Поэтому разработчики молодцы, что они с нами говорят об этом. Нас немного предупреждают, вводят в курс дела. Если Вы хотите узнать более подробно, там небольшой конечно текст на английском языке, но чуть более подробно об этом все рассказывается, то я опять таки говорю, что в описании есть ссылочка. Милости прошу, почитайте. На всякий случай много объясню про спаун рейд, который будет переработан в 1.17. Не в 1.16, а в 1.17. Спаун рейд старый еще останется пока что в этой версии. Смотрите, если бы мы захотели сделать какую-нибудь ферму крутую, да? Что бы мы с Вами делали? Мы бы с Вами построили вот такие четыре платформочки, и даже на этих синих платформах спавнились бы например, я не знаю, те же самые склеты и сушители. И так оно и будет до версии 1.17. После 1.17 разработчики это уберут, и сушители будут спавниться только и исключительно там, где есть границы крепости. То есть выйти за пределы где-то другого места. Например, уже перейти на вот синие блоки, которые я вот расставил, уже не получится. Они будут спавниться только в этих блоках. И это очень здорово, потому что не будет бесполезного тупого фарма опыта, и тех же самых голов. И это не может не радовать. Все Вы прекрасно знаете, что в Майнкрафте есть такая штука, как горячие клавиши. Например, я навожу на какой-то блок, нажимаю циферку 1, и у меня появляется в первом слоте сразу целый стак. Это удобно, это круто, можно например так же само взять один блок. Либо например колесиком мыши нажать, и мы сразу возьмем стак. Либо по одному выбирать каждого блока. То есть Вы меня прекрасно понимаете. Теперь добавили еще одну новую горячую клавишу, она называется F. Пресс F, тупый респект, как говорится. Но это все сделано по-другому. Например Вы знаете, нажимаем F, и у нас появляется предмет в другой руке, и мы можем ходить с двумя предметами. Теперь то же самое мы можем сделать, например наведем на бедрок, я нажимаю F, и у меня появляется целый стак сразу этого предмета именно в левой руке. Это очень удобно, это очень круто, особенно для тех кто любит строить. Так что я думаю Вы это оцените. Но есть понятное дело и хорошие новости. Разработчики постарались на славу и сделали так, чтоб крепости, которые спавнятся в Незере, появлялись намного чаще, и если честно вот признаться Вам. Я бы не сказал, что они до этого как-то появлялись редко. Они встречались и раньше довольно часто, но теперь они будут встречаться еще чаще. Не знаю радоваться этому или нет, наверное да. Теперь при создании мира, когда Вы будете заходить в настройки, точнее игровые правила, и будете наводить на некоторые из вот правил которые здесь есть, то будет появляться такая небольшая плашечка, в которой будет объяснять, что же это игровое правило делает и за что оно отвечает. Как например, Do Limited Crafting. Если включено, то игроки могут создавать предметы только по разблокированным рецептам. То же самое с другими, они понятно где будут каким-то временем пополняться, но вот например есть уже у некоторых, и Вы можете это посмотреть например вот. Прощение умерших игроков. Разозленные нейтральные существа перестают злиться, когда игрок являющийся и их целью умирает рядом с ними. По умолчанию true. И это очень удобно, потому что иногда ты думаешь, что за что это отвечает. Например, я понимаю, что прощение умерших игроков, за что оно отвечает, потому что я делал обзор на снэпшот. Но придет какой-то человек, точнее игрок, который не видел 1.16 обзоров и такой ммм, что такое прощение умерших игроков, а ну-ка я включу либо выключу. То есть Вы меня прекрасно понимаете. Это сделано для удобства и я считаю, что разработчики большущие молодцы, что такое добавляют. Добавьте еще ко всем и будете прям самыми лучшими. Треги прелиз выдался не менее интересным, чем все предыдущие. Если я вдруг что-нибудь забыл рассказать милости прошу в комментариях, быстренько напишите, что я забыл, я лайкну Ваш комментарий и это видео станет еще более информативным. Ждем следующего прелиза, а еще лучше уже релизную версию полностью, которая должна выйти уже за несколько недель. Ну а если Вы здесь впервые, не забудьте подписаться, нажать на колокольчик, чтобы не пропускать выход следующих видеороликов. А с Вами как всегда был я Неркин, и помните, что мы открываем Майнкрафт по-новому! И еще услышемся!